У нас сегодня в студии настоящий ученый Белов Александр Иванович. Вы все его знаете, палеоантрополог. Он, кстати, великолепный писатель, читайте его книги. И у нас сегодня очень интересная тема о дарвинизме вообще, о социальном дарвинизме Запада в том числе. Александр Иванович, вам слово. Да, спасибо, спасибо, Владимир Викторович. Действительно, настоящий ученый, это выглядит очень так привлекательно, такую наклеечку надо куда-нибудь на лоб или настоящий ученый. Действительно, есть ученые настоящие, а есть ученые ненастоящие. Вот на самом деле, действительно, дарвинизм, как он вошел в нашу плоть и кровь, он преподается в университетах, в школе. В принципе, конечно, это не тот классический дарвинизм, в который верил Дарвин. И 150 лет назад вышла книга «Происхождение видов путем естественного отбора». Потом он написал другую книгу, чуть позже, лет 15 после этого, «Происхождение человека и половой отбор». Вот в этой книге, она в советское время, вот эта вторая книга, она не очень-то переводилась, ее пришлось мне в Ленинке, и то выискивать цвет цараповы, и то с купюрами на русском языке. Почему? Потому что полна эта книга была всяких российских заверений. Например, Дарвин там писал, что лучше я буду происходить, ну, к концу ближе, в заключении, в завещании к человечеству, которое он обращал, лучше я буду происходить от храброй обезьянки, которая спасала своего товарища от, как бы, собак, чем вот от этого грязного, немытого дикаря, который, значит, слюнявый и так далее, в общем, фу-фу-фу-фу-фу. И практически вот вся книга, ну, большая часть, она вот пронизана вот таким духом англосаксонского величия и пренебрежения к дикарям и расового величия англосаксов. Понятное дело, что Дарвин писал свои произведения как раз в разгар о колониальной политике. Викторианская Англия она была в то время, колониальная политика была, надо было найти какое-то научное оправдание этой политики. Это все ясно. Поэтому Дарвин сделал несколько ошибок, чисто логических. Вообще англосаксов, надо сказать, с логикой не всегда в ладони. Почему? Да потому что они плохие философы. Они больше разведка, знаете, контрразведка. Ну, в смысле, я не намекаю ни на что, вот Владимир Владимирович. Но дело-то в том, что у них как бы нет даже понятия, ну, как бы истина, поиска истины. У них есть понятие польза. Вот если это полезно, то это, поэтому они притягивают за уши. Порой факты подчас притягивают. Ну, это такая черта у них национального характера. Все же 500 лет они занимались тем, что грабили фактически колонии и так далее и тому подобное. И селекцией занимались. Понятное дело, что нужно было найти как раз в разгар колониальной политики Великобритании, найти какое-то мощное научное как бы обоснование вот этой политики. Ну, и Дарвин, его семья, Эразм Дарвин, его дед, в принципе, входил в establishment английский, лунное общество, масон, паровая машина, технократия и так далее. Уайт, например, входил в это тоже лунное общество. И вот даже его дед Эразм Дарвин, он прочертил уже линию вот такого как бы восхождения от амебы до, условно говоря, первоорганизма до человека путем вот таких трудностей, борьбы за существование и так далее. Причем Бог по протестантской этике, он дает наиболее приспособленным все карты. Он им потворствует и потомство от наиболее приспособленных он оставляет. Это практически англиканство, англиканство, как разновидность протестантизма. Ну, и, конечно, в протестантской семье воспитывался Дарвин, надо иметь в виду. Отец, набожный человек, отдал его куда? В Кембриджский университет, куда учиться? Нам-то подают Дарвина все время как естествоиспытателя на пастыре англиканской церкви. Он зачитывался трудами, значит, Уайт такой был, который написал, в принципе, тоже масса книг, и до него в Кембридже учился тоже. И он фактически... Какие книги? Это теология, естественная теология, например. Там вот как раз описывается то, что Бог, в принципе, дает все права, ну, грубо говоря, вернее, Бог этот творец, он бросил мир законы, и по законам слепой часовщик, так называемый, он по этим законам люди действуют. И вот наиболее приспособленные, намек на англосаксов, они, конечно, эти законы выполняют, и они высшая раса, поэтому... А остальные, не приспособленные, они этих законов просто не знают. И поэтому англичане их и должны окормлять, и под их воздействием, как бы, принимать их управление, причем добровольно. Вот такая вот, в принципе, система воспитания, она до сих пор сохранилась в эстеблишменте. Это частные школы, в шести лет они дают туда своих деток, и там закалка идет, будь здоров. Из них делают совершенно безэмоциональных, довольно-таки агрессивных, командных людей, которые с помощью вот этой вот группы своих единомышленников потом приходят к власти, и фактически связи решают все в английском обществе. Особенно вот один процент эстеблишмента английского, он правит всеобщим. И довольно успешно правит. То есть они покупают рабочие движения, практически никаких пролетарских революций, даже буржуазной революции, там, кроме... Это такой, как бы, между парламентом и королем они в свое время делили и так далее. То есть фактически, что? Нужен был вот как раз в середине XIX века вот такая наукообразная теория, тервинизм, которым мы называем... Что сделал Дарвин? Он сделал несколько ошибок логических. В чем эти ошибки? Во-первых, он начал с борьбы. Он был поклонником Мальтуса. Мальтус для него все тоже Мальтус. Ну, все понятно. Народонаселения слишком много. Оно геометрически увеличивается. И геометрический рост народонаселения, он приходит в противовес, противоречие с ростом арифметической продовольственных запасов. Поэтому бедные в первую очередь вымрут. Вымрут, потому что они не верят в Бога и плохо верят в Бога. А вот богатые они как раз, в общем-то, и у них все карты в руки. Читал Дарвин Мальтуса, вдохновился очень и взял это за основу. Вот именно борьба за существование у Мальтуса взял и прогрессивный рост народонаселения. И у животных, и у человека. И с чего начинается рассуждение Дарвина? С простой истины. Как бы истина. Это вот во всех школьных учебниках, университетских, где хотите. Народу, вернее, так сказать, потомков слишком много рождает. Вот просто много их рождается. Поэтому борьба происходит, борьба между этими потомками. Они борются за существование, выживают наиболее приспособленные. Как средство борьбы естественный отбор возникает. То есть наиболее лучшие, наиболее приспособленные, лучшие вступают в половые отношения. Они оставляют потомков, и провидение, и сам Бог, Творец, он как бы благоворит этому. И наиболее приспособленный свой геном, этому я сейчас современным языком, переносит уже свое наследство, переходит, ну, круче говоря, наследование благоприобретенных признаков. Дело в том, что у Дарвина был еще брат, двоюродный брат Гальтон, Фрэнсис Гальтон, который изобрел Евгенику, как считается. Но дело в том, что он и не изобрел ее, а Евгеника до него была столетие. И поэтому понятное дело, что вся семья Дарвина была заточена на то, чтобы обосновать вот это вот. Ну, если вернуться к Чарту Дарвину, в чем ошибка-то? Дело-то в том, что он, вот когда он говорит о перенаселении, да, вслед за Мальтусом, о том, что потомков рождается больше, чем может прокормить и так далее, и чем больше может до половозрелости, он с середины начинает. Дело в том, что потомков у любого вида рождается, даже не только людей больше, с запасом вид страхуется, вид страхуется от вымирания. Поэтому потомков больше с запасом рождается вид, как самоорганизующая система регулирует это. То есть таким образом нет антагонизма в этом, понимаете, нет антагонизма. Когда Дарвин нам говорит, что борьба, второй момент, борьба существует в трех видах, межвидовая, внутривидовая и с абиотическими вредными условиями существования. На самом деле вот эти три борьбы, они тоже, если мы рассмотрим, отнюдь он преувеличивал Дарвина вот этот вот как бы фактор борьбы. Дело в том, что, допустим, самцы-олени, они борются за сам, условно говоря, но ни у кого из самцов-оленей нет желания своего противника забодать до смерти. Там рога у них таким образом как бы созданы, так что они в паз в паз входят, когда они головами начинают бодаться. И, в принципе, они толкаются, толкаются. Наиболее мощный, наиболее сильный самец, который репродуктивно хочет себя утвердить в отношении самки во время гона, который стоит там вот в отдалении и смотрит на все это, так сказать, богатство вот этого борьбы, так называемой борьбы самцов. И он это покроет, если он вытолкает противника и так далее и тому подобное. То есть, когда они ранят, допустим, друг друга, это у них рога просто или сцепляются рогами. Это вот уже нарушение, какие-то генетические нарушения вот этой системы. То есть, фактически, нет вот этого антагонизма. Есть другой. Есть как раз, в принципе, признак, что сильный свой геном, он, в принципе, передает это и сам. Но отнюдь из этого не следует, что, так сказать, наиболее приспособленный он во всех отношениях и что он будет эволюционироваться. Это один момент. То же самое можно сказать и с приспособлением, значит, борьба между видом. Например, антагонизм хищника и жертвы тоже преувеличивался, Дарвина, многократно, что, значит, антагонизма нет между хищником и жертвой. Почему? Потому что хищник и жертва, они связаны друг с другом. Все виды, они связаны. Это некая экосистема, единая экосистема. И она в регуляторном равновесии. Ну, условно говоря, гомеостаз такой находится. Нет вот этого, как бы, когда хищник, он для чего, он, в принципе, он слабых убирает. Это хорошо известно. Ну, например, такое известное выражение волк-санитар леса. В принципе, хищники, они убирают слабых. И вот те животные, которые с запасом рождают, например, растительные ядные, они действительно с запасом могут рождать. Они действительно погибают. Вид, можно сказать, ну, так можно сказать, наскармливает хищникам вот этот излишек. Для чего? Чтобы лучшее, опять-таки, в состоянии гомеостаза, равновесии находить. Именно здесь не выживает наиболее приспособленный, а состояние равновесия. И на это обратил внимание еще наш соотечественник Кропуткин, который говорил о том, что есть взаимодействие и взаимопомощь между видов. Он написал эту книгу, даже на этот счет он биолог известный был. Ну, и по совместительству он анархист, конечно, потом известный анархист. Но, тем не менее, он вклад свой внес в развенчание дарвинизма. То есть взаимодействие, альтруизм – это присуще как раз животному миру. И, конечно, борьба с абиотическими факторами природы, с вредными природами – это впрямую наследование благоприобретенных признаков, когда животные просто приспосабливаются. Причем все животные приспосабливаются к вредным условиям среды обитания или к каким-то условиям среды обитания, где они находятся. Ну, например, белые мишки. У них белый этот самый, вот белый мишка лезет там за рыбкой, он даже черный нос свой лапой закрывает, чтобы рыбка эта сама не успугалась, и он ее когтистой лапой с льдинки там зацепил или прочее. Или тюленя там какого-то, когда он преследует. Это мимикрия, это, так сказать, маскировочные такие вещи, и они важны. И организмы, вот в данном случае белые медведи, которые с бурами одно целое составляли раньше, они перешли к определенной нишу, заняли. Они заняли нишу вот в этих, в льдах, значит, обитают, которые, в принципе, ну, в общем-то, они нашли свою нишу таким образом. Поэтому абиотический, ну, это как пример просто абиотический, тоже пример, допустим, жираф длинной шеи. Вот он критиковал Ламарка, вернее, Чарльз Дарвин Ламарка критиковал, что, значит, жираф хочет, так сказать, на источник, у него вытягивается шея. На самом деле, по Дарвину подстригает естественный отбор вот этих с короткой шеей, и только длина шеи и остается. На самом деле, что следует из этого? Из этого следует простая логическая вещь. Раз борьбы, такого антагонизма не существует, а существует гомеостаз, существует экосистема, где все виды в равновесии, мы не видим, чтобы кто-то эволюционировал. Сейчас вот прям реально волки эволюционируют куда-то там в какие-то других хищников или там обезьяны в людей. Мы этого не видим абсолютно. Абсолютно все в гомеостазе, это называется биогеоценоз, вот с позиции как бы такой науки биологической. То есть, фактически, вот это вот равновесное состояние, оно присуще всем. И, конечно, когда мы переходим на социал-дарвинизм, то мы лучше, ну если вот адепка социал-дарвинизма, ведь как получилось, что социал-дарвинизм связывается с нацизмом фашистским как бы у нас. На самом деле, мало кто знает, что при тече нацизму и социал-дарвинизму, вот фашистам немцев, это был английский национализм, так скажем, империализм в худших его проявлениях. То есть, величие англосаксов, оно как раз постулировалось в 19 веке очень широко. И писали тогда, что вот единственная есть раса, которая англосаксы, которым дается право на селекцию, селекцию и людей, и животных. Поскольку они очень хорошо проводили селекцию, вообще Англия для селекции благоприятная сторона, там много трав, благодаря теплому гольдстриму там благоприятные условия, овцы, разбодят их и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, селекцией они действительно занимались. И вот этот принцип селекции они просто перенесли, ну, с помощью Дарвина и его последователей, они перенесли на дикую природу. Конечно, Дарвин говорил о том, что в природе, как верующий человек, в природе существует это вот существо бестелесное, которое наблюдает и осуществляет эту селекцию. То есть, по его мнению, как бы была сделана такая, вернее, не по его мнению, а была сделана просто неправильный, как бы логический переход, аналогия. Он начал с того, что это существо, оно естественный отбор осуществляет в природе, по аналогии с искусственным отбором, который осуществляет человек по отношению к животным и к людям. На самом деле, аналогия страдает, потому что это существо, оно должно было быть факторами селекции, именно делено. То есть, у него должны быть инструменты селективной политики. Это гибридизация, отдаленная, близкая, аутобрендинг, значит, инбрендинг. Ну, то есть, близкородственные скрещивания, когда рождаются, так сказать, гомозиготные особи, или там отдаленные скрещивания, когда рождаются гетерозиготные особи. Вот инструментов этих нет у этого даже бестелесного существа. Нужно смотреть все время, нужно эту политику проводить, чтобы вывести новую породу скота или новую породу людей. И аналогия здесь дарвиновская полностью заканчивается. И вот, если мы говорим о борьбе, то, конечно, фактор борьбы преувеличен. И он ломается, вот эта аналогия сама, выстроенная Дарвином, ломается. То есть, он логически не состоятельный. Он не такой философ, как его предают нам. Он просто, я не знаю, самозванец, условно говоря. Почему? Ну, потому что борьба, кто борьбу-то ведет у искусственного, допустим, у селекционера. Можно подумать, что утки, гуси, свиньи, выведенные селекционером, они борются. За что они борются? За то, чтобы попасть на стол человеку в виде гулюшей, рагу какого-то. За что они борются? Куриного паштета или гусиного паштета, гусиной печенки? Они за это борются? Это же чушь собачья. То есть, нет, не видим мы в искусственном отборе никакой борьбы. И фактор борьбы, он был просто преувеличен, раздут абсолютно в угоду, так сказать, вот этой англосаксонской политике. И мало того, в принципе, кто селекционер, поскольку нет верховного существа, которое осуществляет селекцию в природе, и оно не обладает далекие геологические периоды, как писал Дарвин в очерке 1844 года и в очерке 1842 года, провидением в далекие геологические периоды, и оно производит эту селекцию. Поскольку этого существа просто не существует, тогда взяли на себя это англосаксы. Они селекционеры всех людей, всех животных, они больше в этом понимают, чем остальные. Они производят аутобриндинга своей собственной расы внутри себя. Они скрещивают белых с белыми, даже не просто белых с белыми, они считали даже и немцев выродками и так далее, чуть ли не звериным отродом. Это буквально писали в 19 веке не то, что там близкие, а вот англосаксы – это да, причем высший класс и так далее. А вот всех остальных – это дикари, которым надо действительно либо их скрещивать друг с другом, а отдаленную гибридизацию проводить, и в принципе у них экзогамия так называемая. В принципе, будут падать интеллектуальные способности, потому что гибриды, они мало жизнеспособны, возникают поломки разнообразные, но в том числе снижается, если мы говорим о гибридизации людей, отдаленной гибридизации людей. Ну, смешивание разных расовых групп, условно говоря, негроида, того же, так сказать, индейца и каких-то там, я не знаю, креолов, выходцев, испана. Ну, то есть смешанные уже, так сказать, браки были. Вот если все это и мешать, как в Америке плавильный котел такой, то, конечно, будет снижение, полное снижение вот этого уровня интеллектуального еще. Не только цветом кожи они будут или какими-то, но еще и плюс воспитание. Никто не будет воспитывать вот эту смешанную породу, как они говорили, по лейкалам частной школы английского истеблишмента. Частная школа, которой 600 лет, там действительно воспитали, тренировали, в общем-то, тех самых управленцев, мировых управленцев, которые должны были, в общем-то, мировое господство все захватить. И, конечно, здесь, как уже было сказано, фактор борьбы преувеличивался, и он просто явился, вот этот фактор борьбы, следствием которых якобы происходит естественный отбор, он явился таким джупелом, своего рода, ну, такой-то, такой вот пугалкой для всех остальных. И на самом деле, почему это происходило? Потому что были определенные интересы по отношению, так сказать, уже в политике, уже в политике и существовании англосаксов как антропологической группы, как антропологического типа. Они, конечно, снимали, покупали все противоречия внутри своих, они своих революционеров отсылали в колонии, хорошая тоже идея, то есть никаких прадитарских революций не было. Они, в принципе, делали так, что, в общем-то, разделяя власть, когда они появлялись в колониях, грубо говоря, они не особо-то стремились оружие употребить. А как употребишь? Ну, там два корабля пришло, там, ну, сто человек условно, да. Чего они сделают? Там аборигенов там куча. Они хитростью, они выменивают, там, выменивают, допустим, набусы стеклянные, там, золотишко, стравливают вот этих. У вас есть противники? Есть. Ох, они вам мешают. Значит, они оружие давали этим противникам, потом плыли дальше, давали уже и этим противникам. Мы стравливали две, и когда те, истекая кровью, оба, так сказать, народа, получив оружие, наконец-то, начинались эти вражда, так сказать, истекая кровью, они пришли к таким же англосаксам, опять-таки говорили, ой, что же нам делать? А, ну вот мы будем вами управлять. Мы, так сказать, действительно умеем это делать. Ну, то есть, вот эта английская известная дипломатия. Разделяй власть. В Индию они вообще приплыли. Офис этой самой компании насчитывал тысячи человек, пест индийской, и фактически тысячи человек огромным, ну, как бы, населением Индии управляло. Причем они же, вот этих мелких княжеств, которые в Великой Монголе остались после в Индии, они что делали? Они, в общем-то, за то, что они ими управляют, они должны были платить им контрибуты. Они им платили, и за эти деньги они нанимали сипаев. Тех же нанимали, облучали солдат из местных сипаев, которые стреляли в собственный народ и выполняли полицейские функции. И вот эта малюсенькая верхушка, этот офис остро-индийской компании, который насчитывал тысячу человек, 200 лет правил Индии. 200 лет. И восстание сипаев почему началось? Не от того, что они воспряли после, ну, как бы, против колониального гнета английского. Нет, отнюдь нет. Они, значит, просто заворачивали в бумагу промасленную о порах. Ну, там были ружья, там, значит, надо было порох туда засыпать, порвать зубами вот этот пакетик с порохом, засыпать порох и пулю туда. Так вот, эта промасленная зуба, бумага, многие сипаи, они были, в общем-то, сторонники ислама. И им запрещалось, она, это свиной жир промасленный. И вот они вас восстали ради чего? Потому что они должны были надрывать зубами, и вот это попадало, этот свиной жир им в рот, а им свинину нельзя было. Поэтому восстание началось. То есть совсем на другой почве, не на почве освободительного движения, как нам давали, вот советское время показывали. Поэтому хитрая политика, она продолжалась. Ну и после развала колониальной системы, вот так даже в школах дают, что колонианизм кончился, это проклятое прошлое, он ушел в прошлое. На самом деле страны содружества, которые пришли ему на смену, что они делают? Они воспитывают вот этих вот высших сановников, везут их в Оксфорд, в Кембридж, обучают, а потом из колонии, а потом ставят их генерал-губернаторами или просто там высшими сановниками вот в этих бывших колониях, странах содружества. Они проводят англо-саксонскую политику, так или иначе. В принципе, та же политика, разделяя властвовать, только более прикрытая. И чтобы как бы мимикрировать под эти новые отношения, что мы изменились, что мы, значит, уже совсем покончены с этим колониализмом прошлого, что все уже покончено. Даже царская семья, ну в смысле королевская семья, вот мы знаем, принц Гарри взял себе в жены цветную из-за вот этой, как бы, значит, потомки ее были, в общем-то, из-за американских цветных и так далее. И это много обсуждалось. Но, правда, потом конфликт произошел такой или раскол. В общем-то, они не претендуют на королевский титул и так далее и тому подобное. Поэтому вот это то, что мы видим и понимаем, в принципе, сегодня в англо-саксонской политике, это все идет и родоначальницам, вот родоначальник этой политики как раз являются вот те основы, которые Дарвин дал в своей книге. Вот происхождение человека половой отбор, значит, естественным отбором, значит, виды эти, которые, так сказать, путем естественного отбора и так далее и тому подобное, которое вышло в 1800, аж в 1859 году. Но что получилось? Где-то в начале 20 века это стало подвергаться критике среди биологов и стали, в принципе, критиковать, ну, как бы, дарвинизм с позиции биолога, что вот никакого естественного отбора нет, что это фикция и так далее и так далее. Значит, опять-таки пришли на помощь роды вот этих английских аристократов. Хаксли, Гексли, известный, так сказать, бульдог Дарвина Томаса Гексли, в общем, у него, оказывается, вот внуки есть и сын есть, и внуки и так далее. И вот два внука, значит, Олдон, значит, Хаксли и Джулиан Хаксли. И вот один создатель Джулиан, он создатель синтетической теории эволюции, второй писатель, значит, он написал «Удивный новый мир», где прописал, что будет сегрегация, будет, значит, разделение по классам и высший класс будет и так далее. Там он назвал этот класс «Самураи», и, в общем, этот класс будет управлять и будут добавлять и тонуть кувшины, искусственное осеменение, и вот все остальные будут специально принижаться, сдерживаться. То есть он описал практически политику современных англосаксов. Вот в этом своем произведении его считают антиутопией «Удивный новый мир». Другой сын Джулиан Хаксли, вернее, внук бульдога Дарвина, Томаса Хаксли, он как раз синтетическую теорию эволюции придумал, что, да, он еще более углубил, что, значит, наиболее приспособленный, да, но единственное, что популяции изменяются не отдельные виды, и тем самым прописал возможность для генетиков просто встраиваться в эту систему. Генетики встроились, поддержали дервинизм и назвали, опять-таки, старым, уже не старым словом, это классический дервинизм, мановая, хорошая, освобожденная от догматов дервинизма, синтетической теории эволюции. И вот генетики у нас все, прямо вот генетики все понимают, они там в пробирку смотрят, от кого произошел, они все понимают. Это у нас такое, в общем-то, начинало, ну, как бы такое вот возвеличивание генетики. Опять мутанты, мутанты. Голливуд практически уже все, так сказать, лагуны заполонил этими мутантами, они грызут людей, набрасываются и так далее, заражают. И понятное дело, что вот это вот мутации и как бы новый мутант, который дает новые пародии, это то же самое, это пародия уже на дервинизме, просто пародия. Никакие мутанты в природе не то, чтобы не выживают, они просто не оставляют потомство. Это рассеивается, вот этот гнет, это просто как ошибка, благодаря крысинговеру, благодаря скрещиванию популяции, это уходит. То есть вредные мутации, они не наследуются, не переходят, как постоянный такой пул, как генетический груз, это не переходит новому поколению. То есть эволюции, как ее предполагал, еще и заложил эти основы Дарвин, как предполагал уже Улдас Хаксли, ее не существует. Не в дервинизме классическом, не в синтетической теории эволюции. То есть это большая панама, большой обман. Ну и самый большой обман, что оставили собственно дервинисты и уже представители синтетического дервинизма, что существует естественный отбор. Его как и не существовало в времена Дарвина, Чарльза, так и не существует в современное время. Никакого естественного отбора не существует. Это фата Моргана. Это просто иллюзия, выдуманная как бы англосаксами для оправдания своего постколониального, сначала колониального, а потом и постколониального владычества. То есть мы имеем дело с сектой, по сути дела с сектой, международной сектой, которая оккупировала весь мир, которую можно называть мировой квазирелигией, которая вытеснила все религиозные, традиционные религии. Это тоже понятно, почему это было. И благодаря вот этой вот секте, основным ее положением практически внедряются новые уже как бы нео-дарвинистские, социал-дарвинистские вещи уже на новом этапе. То есть генетики, они экспериментируют, они создают отдаленную селекцию и снижают уровень, допустим, тот же коронавирус. Не секрет, что он снижает мыслительные способности очень сильно. Помимо всяких прочих физиологических особенностей, он еще снижает мыслительные способности. Это как прямую селекция. Селекция, которая проводит определенные круги. Причем это не первый случай, таких было случаев много. Можно вспомнить о спиде и так далее. То есть искусственно созданные вещи, они в принципе готовы внедрять, по их мнению, народа слишком много на планете. Потому что Майтус сказал, что народа будет много и надо с этим как-то бороться. И вот, в общем, боливар не выдержит двоих. В общем, наша планета не выдержит. Поэтому надо оставить золотой миллиард. И вот он будет жить более-менее нормально. А всех остальных свести отсюда и уничтожить. И должны быть управители. Один центр силы, даже Америка не управляет. Она подконтрольная, потому что там плавильный котел. А вот Великобритания, да, тайно правит. Не будем забывать, что отцы-основатели появились в Америке. Это протестанты, которые из Англии туда перешли. Они сейчас в гостеблишменте США ведущие и лидирующее место занимают. Поэтому Великобритания сегодня, она действительно претендует на роль мирового господства. Вот то, о чем говорили, что великая нация англосаксов, она действительно тихо, абсолютно, так сказать, не шумно. Вот как она делала столетия. Она, в общем-то, пытается брать бразды в свою руку. Вот такая вот история, да. Ну, вот, Владимир Викторович, может быть, какие-то вопросы, если есть? Да, у меня есть один-единственный вопрос, но сначала две реплики перед этим вопросом. Реплика первая. То, что сейчас происходит в мире, ну, на Украине мы видим, это началось не вчера и не позавчера, и началось это нездоровенно. Началось это 500 лет назад, и началось Калевина с его доктринного предопределения. То есть, вот такие веки. Калевин, Мальтус, дальше Мальтус, потом Дарвин, потом Лига контроля зарождаемости, потом Римский клуб, потом Билл Гейтс. И вот сейчас вот результат. Это реплика первая. Реплика вторая. Согласен. После Сталина первым лицом в Советском Союзе был Никита Сергеевич Хрущев, для молодежи, который не знает. И в одном из интервью западным журналистам он в шутку, а может быть и не в шутку, произнес следующее. Ну, что там Англия? Достаточно двух водородных бомб, и Англия навсегда уйдет на дно океана. К тому времени уже испытали водородную бомбу мощностью 52 мегатонны на Новой Земле. Весь Запад был в шоке, англичане в том числе. Это вторая реплика. А теперь вопрос как к ученому. Есть ли какой-нибудь рецепт лечения социального дарвинизма, кроме Хрущевского? Ну, тут сложно сказать. Я думаю, рецепт простой. Вернее, даже не сложно, а может быть даже и просто сказать. Потому что рецепт простой. Надо показать несостоятельность позиции науки и социал-дарвинизма, и дарвинизма как такового классического, начиная с Мальпуса и Дарвина, и предшественников, как вы сказали. И то, что сейчас происходит. Вот если, в принципе, все-таки я надеюсь, что есть честные ученые, честные люди, которые поймут, что, в принципе, манипуляция сознания происходит. Я удивляюсь, биологи заканчивали университет. Ну, собственно, Палисанович, не отвлекаемся. То есть, вот, предположим, да, ученые взяли и, так сказать, часть ученых, честных, показала несостоятельность вот этого дарвинизма. И сразу вся элита Британии сразу осознала свои ошибки, начнет каяться в своих грехах, и мир изменится к лучшему. Так, что ли? Ну, вам как-то это кажется, может быть, идеалистически. Но на самом деле признак-то добровольно. Мир принимает добровольно ложные, квазинаучные, квазирелигиозные догмы. Дарвинизма их исповедуют люди. Они верят в это. Это на вере жиждится, на вере. Именно не на научном знании, а на вере. Поэтому я говорю, что дарвинизм – это и синтетическая теория сегодняшняя, и дарвинизм классический – это типичная квазирелигиозная система. Мировая наука вся была... Так, может, тогда нам нужно было и на Украине не спецоперацию затевать, а проводить просветительскую работу? Что ж вы там все заражены идеями фашизма, например? Одно другому не мешает, я хочу сказать, Владимир Владимирович. Дело-то в том, что, пожалуйста, одно дело мы противостоим на Украине, это понятное дело. Почему? Там Хартленд, Римленд – это старые английские вот эти вот геополитики. Александр Иванович, я все понял, ответ я понял. Друзья, вы все слышали. Хрущевский рецепт плюс научное, так сказать, изыскание о дарвинизме. Вот, так сказать, тот коктейль, который поможет решить задачу. Русские ученые, российские, они в конце концов должны все-таки прозреть и встряхнуть с себя вот этот вот, как бы, ну, я не знаю, иллюзию веры или вот этот... Александр Иванович, у меня был другой вопрос. Он касался, так сказать, социально-дарвинизма, который в плоти и крови Запада. А наших ученых поговорим потом. Это они сами, они сами, они к нам никакого отношения не имеют. Ну, Гитлер был просто влюблен в английский этот идеал англичанин. Он говорил, что немецкий солдат, он должен быть такой, как англичанин. Он много писал, в той же Майнкампф он писал, что мы должны превратить Восток, ну, вот, когда пошла, так сказать, волна... Александр Иванович, ну, мы сейчас в прошлое, у меня вопрос был связан с будущим, а в прошлой истории уже все-все понимают. Ну, по сегодняшнему дню надо... Не по сегодняшнему, по завтрашнему. Не по сегодняшнему, да. Но мы не пройдем это просто противостоять с пушками и танками. Я думаю, здесь не получится. Надо в идейном плане противостоять. Понятно. Есть два инструмента, кнут и пряник. Но пряником бить неудобно, поэтому сначала кнутом, потом пряником. Потом нам... Я бы так, со своей стороны, я бы вот организовал дискуссию по поводу дарвинизма, социал-дарвинизма в МГУ или где-нибудь в каких-нибудь престижных вузах. Но они же переводом статей занимаются последние 30 лет, а английских статей вообще англоязычных. У них нет собственной науки. Они в фарватере-то идут этой прокрустного ложа. То есть они все верят в это дело. Какая мутация? Какая что? Я бы вот с позиции как бы геополитики, если уж так говорить, я бы такое организовал, если бы мне дали возможность, такую дискуссию. И просто их надо идейно разбить. Именно идейно научно показать несостоятельность дарвинизма. Именно начиная с Дарвина, а не социально, с синтетической теории эволюции, которая, мол, дескать, обновленная. Она еще хуже зашла. Дело в том, что градуализм, о котором Дарвин писал, постепенно такое, виды восходят, они постепенно эволюционируют. Это все восприняли и синтетировали. Александр Иванович, я все понял. Этого нет. Я все понял. Это гомеостаз, это сменяется на палеонтологической летописи, даже сменяется. Это хорошо видно. Экосистемы целые меняют друг друга, они приходят на смену. Где там градуализм? А это на флагах написано и синтетической теории, и дарвинизма. Так вот, показать вам, что вы на что опираетесь? Где у вас факты? Вы желаемое за действительное выдаете. Александр Иванович, я понял. Рецепт простой. Бить по голове англосаксам и кнутом, и пряником. Хотя пряник не очень удобно. Конечно. И пряником, и кнутом. Да, друзья, я от вашего имени. Или тогда надо добровольно в рабство просто идти, и они нам кусочек хлеба, как свои колонии, дадут. Недаром приезжала Великобритания, это королева Елизавета II в 1994 году. Александр Иванович, ну что ты говоришь, какие-то глупости. В какой плен? Это не в русской традиции в плен сдаваться. Мало того, что нас не возьмут. Нет, ну я просто говорю, что вот, ну как бы, надо же понимать ситуацию, да. Я не предлагаю в плен сдаваться. Я просто говорю, что альтернативы этому нет. Нет. Либо, так сказать, мы этот процесс осознаем, либо не осознаем. И становимся какими-то, я не знаю. Все, друзья. Друзья, от вашего имени благодарю нашего дорогого, уважаемого и любимого Александра Ивановича Белова. А мы все с вами сохраняем оптимизм воли при пессимизме сознания. До свидания, Александр Иванович, до новых встреч. Спасибо, спасибо большое.